Здравствуйте, уважаемые коллеги-художники и любители живописи. Меня зовут Алексей Шалаев. Сегодня я сделаю небольшой обзор набора кистей серии 186XL Oil Pro производства компании Pinox. Набор из пяти штук, размер 2, 4, 8, 10, 14, плоско-овальной формы с экстра-длинным пучком, материал ворса, синтетическая имитация щетины, производство Япония. Набор упакован в красивый прочный блистер. Ручки кистей из дерева приятные на ощупь. У меня в рабочем арсенале есть вот такая кисть из натуральной свиной щетины серии 117 Pinox Classic. Кстати, ворс в ней очень высокого качества. Ей уже более двух лет. На обойме немного стерлась никелировка, но кисть в отличном рабочем состоянии. Так вот, по ощущениям и по форме волоса, этот синтетический ворс очень похож на натуральный. Для того, чтобы пучок натуральной щетины как можно дольше сохранял форму, после работы я закрепляю его мыльным раствором. Обойма серии Oil Pro выполнена из никелированной латуни. Это обеспечивает надежное крепление и позволяет продлить срок службы кисти. Ворс пучка достаточно жесткий, 6,5 единиц. Но при этом упругий и очень эластичный за счет такой немного непривычной длины. Я уже давно пользуюсь синтетическими кистями, еще с начала 90-х. Обычно при работе над городским пейзажем я сочетаю мазки кистью большого размера и более тонкие кисти для проработки мелких архитектурных деталей. Вот такая плоская синтетика номер 16 и большего размера серии 215 Pinox Classic, круглая восьмерка серии 211 Pinox Classic и подобные им, мой основной рабочий инструмент. Вот интересный эффект. При вертикальном нажатии на кисть пучок раскрывается веером. Теперь попробую, как кисти будут работать с краской. Давно хотел внести что-то новое в свою технику, вот предоставился удобный случай. Новые кисти это хороший повод для небольшого эксперимента. Кистью можно работать очень энергично над подготовительным этапом или подмалевком, или в работе лессировками. Видно, что после такой жесткой эксплуатации ворсинки вновь сходятся в плотный пучок и кисть готова к использованию для проработки мелких деталей. Ворс достаточно стойко переносит активное трение холст и пучок сохраняет правильную форму. Такой синтетикой можно, как и натуральной щетиной, делать протирку красочного слоя для получения прозрачности, а можно, как обычной синтетикой, сделать ровный укрывистый слой. Несмотря на такой длинный ворс, кисть уверенно цепляет хороший объем густой краски. Ссылку на страницу магазина с товаром я дам в описании к этому ролику. Кисти этой серии хорошо подойдут для пастозной живописи объемным мазком. Кисть хорошо справляется с работой сильно разбавленной краской и совсем густой массой. При выборе кистей для длительной профессиональной работы определяющим фактором, конечно, является качество материала, ворса и обоймы. Но и цена часто, особенно сейчас, не последний пункт при покупке. Думаю, что кисть этой серии, Oil Pro, на мой взгляд, удачное сочетание цены и качества. Отлично подойдут для тех, кто не боится экспериментировать. Колучи кисть... У fini... Продолжение следует... Зилем...